Боевики открывали огонь три раза в одном случае и применяли тяжелое вооружение. Тем временем на Донецком участке линии фронта ситуация ухудшилась. Там боевики в 10 из 13 случаев открывали огонь из минометов и крупнокалиберных орудий, выпустили 230 снарядов по позициям украинских войск. Ситуация на Мариуповском направлении самая напряженная. За сутки режим прекращения огня нарушали 24 раза. В 9 случаях применяли запрещенные вооружения. Европарламент может проголосовать за безвизовый режим с Украины до 24 ноября. Об этом заявила докладчик Мария Габриэл. Сейчас все зависит от того, насколько быстро Совет ЕС согласует свое решение по этому вопросу. После этого начнутся переговоры между основными европейскими институтами, Еврокомиссией, Европарламентом и Советом ЕС. Качественная система местного самоуправления – один из приоритетов правительства Украины. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман после презентации проекта USAID по углублению децентрализации. Это даст местным советам возможность воплощать в жизнь многие планы. Большую роль в этом играет финансовая децентрализация и передача ряда полномочий местной власти. Мы должны получить инструменты, которые дадут нам возможность стать успешными. И то, что произошло за эти несколько лет, может быть тоже очень хорошим примером того, как государство передает повноважение. Договор о зоне свободной торговли между ЕС и каналами будет подписан. В этом по-прежнему уверен представитель Европарламента Мартин Шульц. Ранее Бельгия подтвердила, не сможет поддержать соглашение из-за несогласия с договором нескольких своих регионов. По закону страны документ утверждается только после единогласного решения. Нет всеобъемлющему экономическому и торговому соглашению СЕТА, сказали сообщества Волонии и Брюсселя. Остается не просто надежда. Мы пытаемся найти компромисс, найти пути решения вопросов, поднятых волонцами. Это вопросы, которые также поднимали многие другие жители Европы. И мы должны дать на них ответы. И сегодня, после всех встреч, я считаю, что мы найдем решение. Председатель Европейского совета Дональд Туск выделил бельгийскому премьер-министру время, чтобы договориться со всеми регионами. Это нужно было сделать до понедельника. Спустя три дня планировалось подписать документ с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Теперь же саммит ЕС Канада, запланированный на четверг, придется отменить. При этом обе стороны настаивают, что по-прежнему заинтересованы в соглашении. Премьер Бельгий сказал, что Волония все еще открыта для диалога, но он был вынужден уведомить Дональда Туска об отказе подписать договор. Правительство Волонии, правительство Брюсселя, Федерация Волония-Брюссель и Комиссия французского сообщества дали негативный ответ. Поэтому у нас не было права подписывать соглашение. Все остальные 27 стран-участниц ЕС договор поддержали. Аналитики говорят, если соглашение не подпишут, это поставит под угрозу и другие подобные договоры между ЕС и США, а также ЕС и Японией. Сторонники зоны свободной торговли говорят, она увеличит товарооборот между сторонами на 20%, а также принесет дополнительные миллиарды евро дохода. Противники настаивают, что договор будет выгоден только крупным мультинациональным корпорациям. Греция в ближайшее время получит очередной транш финансовой помощи. Его размер 2 миллиарда 800 миллионов евро. Решение приняли участники Европейского механизма стабильности. Это оставшаяся часть кредита по программе финансовой поддержки. В ЕС сказали, правительство Греции успешно внедряет необходимые реформы. Производители молока во Франции самостоятельно установили оптовые цены на свою продукцию. Они сделали это после того, как в прошлом году Евросоюз отменил квоты на производство молока. На рынке появился избыток товара, и цены на него резко снизились. Многим мелким хозяйствам во Франции пришлось буквально бороться за выживание. Тогда 50 молочных ферм департамента N запустили компанию «Кто тут босс?». Производители провели опрос среди потребителей, чтобы узнать, сколько те готовы платить за качественное молоко. После этого они пришли к выводу, что 99 евроцентов за литр – приемлемая цена. Поскольку мы придумали систему «Кто тут босс?», то мы сами будем решать, какие будут цена и плата для производителя. Раньше крупные компании покупали молоко у фермеров примерно по 200 евро за 1000 литров. При этом себестоимость – 330 евро. В такой ситуации многим производителям пришлось брать кредиты, чтобы удержать на плаву свой бизнес. Раньше литр молока стоил 22 цента, а теперь 39 центов. Разница в 19 центов просто огромная. Она позволяет сделать наши фермы снова прибыльными. Кроме того, мы сможем отдать долги. У нас у всех есть долги. Это наш способ выйти из кризиса, поскольку мы на грани экономической катастрофы. В конце года наше финансовое положение было бы очень и очень плохим. Если бы мы не придумали бы этот способ, то для наших ферм настали бы тяжелые времена. Молоко под маркой «Кто тут босс?» продают пока только супермаркеты одной французской сети. «Фермеры столкнулись с большой проблемой. Избыток молока составил 26 миллионов литров. Мы решили помочь им продать их продукцию. И 10 миллионов литров были зарезервированы за этим брендом». Теперь владельцы молочных хозяйств Франции с большей уверенностью смотрят в будущее. Концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла рекордных показателей. Об этом сообщила Всемирная метеорологическая организация. «Уровень СО2 превысил значение в 400 частей на миллион. Это критический уровень концентрации СО2. И теперь, я полагаю, он будет таким постоянно, независимо от сезона и полушария». Содержание вредных выбросов в атмосфере увеличилось на 44% по сравнению с доиндустриальной эпохой. Специалисты станции мониторинга парниковых газов на Гавайях говорят, концентрация СО2 превышает 400 частей на миллион. В атмосфере также повысилось содержание метана и оксида азота. «Проведены научные исследования, согласно которым возвращение к уровню доиндустриальной эпохи может занять несколько десятков тысяч лет». Объём выбросов парниковых газов в 2014-2015 годах был относительно стабильным. А резкое повышение в нынешнем году метеорологи объясняют влиянием климатического феномена Эль-Ниньо. Эта температурная аномалия возникает в Тихом океане, вызывает засуху в одних странах и наводнения в других. Из-за нехватки дождей в тропиках леса утратили способность поглощать углекислый газ в прежних объёмах. Вред атмосфере нанесли и лесные пожары. В декабре прошлого года 195 стран подписали климатическое соглашение в Париже. Они договорились сдержать повышение средней глобальной температуры в пределах двух градусов по Цельсию по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи. Глава Всемирной метеорологической организации призвал страны перейти от соглашения конкретным действиям. В престижном институте парфюмерии в городе Грасс рассказали, как обучают будущих мастеров. Задача этих студентов – не штудировать книги, а запоминать ароматы. Учат их профессионалы своего дела. Красота для парфюмеров в том, чтобы взять одно впечатление, одну эмоцию, один образ и перевести это на язык ароматов. Для этого нужно использовать конкретные ингредиенты. А если вы не знаете их настоящего аромата, то у вас нет ключа к созданию парфюма. Ежегодно в институт подают заявление около 130 абитуриентов из разных стран мира, а поступают только 12. И каждый должен объяснить, чем его привлекает мир ароматов. Но помимо страсти к парфюмерии, нужно обладать уникальной способностью различать самые тонкие запахи. Некоторые талантливы от природы, а кому-то требуются годы тренировок и обучения. У нас есть семейный бизнес парфюмерии в Индии. Поэтому я всегда знал, что хочу быть парфюмером. Закончив учиться, я подал заявление сюда. Прежде я и не задумывалась о профессии парфюмера. Но когда я училась в университете, то нашла временную работу в универмаге и продавала духи. Меня увлекло это, и я нашла в интернете школу подготовки парфюмера. Студенты заканчивают годичные курсы. После этого они продолжат совершенствовать свои навыки в одной из парфюмерных компаний. Обычно требуется 5-6 лет, чтобы стать профессионалом. При этом мировой рынок парфюмерии растет. Только за прошлый год в мире появилось 2300 новых духов. Вы можете себе такое представить? Это просто невероятно. Рынок растет. Людям очень нужны ароматы. И мне трудно представить красивую женщину, которую бы не окружало благоухание. Вместе с ростом рынка духов растет и спрос на талантливых парфюмеров. Согласно статистике института, 90% всех его выпускников находят работу по специальности.